И сейчас после обучения, после проведения терапии, решил записать небольшое даже видео Рилс на тему чувств. Настолько это важно в жизни каждого человека. Важно осознать и понять, что мы не просто ментальная коробка, напичканная определенными правилами, уставами, пониманиями, как должно быть, куда идти, куда стремиться, что делать. И мы как будто бы живем не своими переживаниями, а живем ментальным переживанием. Поэтому, друзья, хочется пожелать каждому из вас научитесь чувствовать, научитесь чувствовать свое тело, искренне идти туда, потому что за этим чувствованием может раскрываться совершенно новые, новые пласты. И хочется сказать, что мысли, мысли и наш ментал должны быть чувственные. А чувства должны быть осознанными. Понимаете, о чем я говорю? О том, что когда нарушается связь между чувствованием и менталом, происходит своего рода такое разделение. И рано или поздно чувства, они все равно поднимутся, они возьмут вверх. Но эти чувства будут уже нести совершенно другой окрас. Поэтому чувствуйте, проживайте, ну и, конечно же, соединяйтесь с теплыми чувствами. Позвольте вашему сердечному центру чувствовать. Позвольте чувствовать вашему телу. Проживайте эмоции. Не уходите от них. Не пытайтесь решить их на уровне ума. Почему я и люблю эмоционально-образную терапию? Тем, что мы идем через чувства, через ощущения, через образы. Идем туда и начинаем видеть разные уже интересные связи, аналитические связи. И когда уже наконец-таки понимаем, что это не та надстройка, которую мы постоянно придумываем в нашем ментале. А там есть та самая глубина, та самая искренность. Когда мы через этот образ можем исцелить свое подсознание, которое влияет на наше сознание. Но первично чувствовать, первично восстановить эту связь с самим собой. Поэтому медитируйте, делайте возможные какие-то практики со своим телом. Оставайтесь наедине с собой. Уединяйтесь, проживайте. Не убегайте от этого. Поверьте мне на слово. Я провел уже очень много разных сессий, очень много личной работы с собой. Я всю свою жизнь блокировал чувства. Я всю свою жизнь уходил в ментал. Я не позволял этим эмоциям взять над собой вер. И мы говорим сейчас не про деструктивные эмоции. Мы говорим о том, что деструктивные эмоции, они появляются тогда, когда нет первичных эмоций. Когда мы не разрешаем и не принимаем в себе той или иной аспект. Конечно же, спускаясь все глубже и глубже, мы обнаруживаем новые, новые, новые слои. Но восстанавливая связь с собой, мы обретаем ту самую гармонию. Мы обретаем ту самую цельность. И наша голова, наше сердце начинает синхронизироваться между собой. И быть в нужном балансе, без перекосов. Сегодняшний день это просто, да, каждый день наполнен какими-то новыми событиями, новыми ситуациями. И сегодня, прорабатывав эту тему себя, в личную сессию ко мне пришел человек с этим же запросом, где было очень сложно его сформировать. И мы прожили, исцелили и сделали очень важный процесс, который влиял, да, конечно же, на наши отношения. Конечно же, на взаимоотношения нас с другим, с любимым человеком. И любовь, любовь, она связана с этими чувствами. И важно выйти из этих книжных, курсовых, вебинарных, я не знаю, каких-нибудь историй, где вы думаете, как оно должно быть, а чувствовать и проживать. Если по какой-то причине эти чувства нарушены, конечно, за этим может что-то стоять. Но постепенно, слой за слоем, вы можете в это идти. Конечно, если вы испытываете сложности, да, мы можем пообщаться, можем поработать, позаимодействовать. Но первично, вот, осознание себя, единства, как живого организма, который имеет душу и сердце. Вот на этих словах хотелось бы завершить данное сообщение. Всем желаю чувств, проживаний и наполнений. Наполняйте себя благостными чувствами, проживайте их каждый день. Не думайте о них, а чувствуйте. Всем любви.